В обновленном парке построили несколько детских площадок. Их общая площадь около 2000 квадратных метров. На самой большой уже установили качели, горки, карусели. Всего будет 25 аттракционов. Сейчас рабочие монтируют игровой комплекс «Сказочное королевство». Не забыли о взрослых. Еще третья площадка для взрослых – это спортивные тренажеры. Планируется там порядка шести единиц. Это еще нужно произвести земляные работы и выполнить монтаж. На главной аллее парка заканчивают строительство самого длинного фонтана в Украине. Его длина – 80 метров. Продолжается и возведение храма святых Петра и Февронии – покровителей семьи и влюбленных. Больше всего преображению сквера рады жителей Ленинского района. Говорят, в парке стало чисто и уютно. Наталья ожидает ребенка. Через несколько месяцев планируют гулять с ним именно здесь. Нравится то, что насадили много зелени, особенно ели, которые очищают кислород, которого не хватает в Донецке. Очень нравится. Хорошо, приятно сидеть. Свежий воздух, новые скамеечки. Все замечательно. Привлекают больше, в первую очередь, то, что он стал более благоустроен. Есть чистые дорожки. Это очень радует для деток. Заканчивают приводить в порядок и пешеходные дорожки. Большую их часть уже выложили плиткой, сделали мраморные бордюры. Представители власти уверены – обновленный парк станет одним из лучших в шахтерской столице. В кончательный срок – это к июню месяцу. К первому июню, к Дню защиты детей, здесь должен быть полностью наведен порядок. Поэтому сейчас мы занимаемся подготовкой мемориала жертвам фашизма, для того, чтобы можно было провести торжественные мероприятия, посвященные Дню Победы. На месте старого летнего кинотеатра будет открытая эстрада. В планах строителей и каток со специальным покрытием, на котором можно будет кататься и в теплое время года. Екатерина Пороханяк, Кирилл Иванов, Панорама.